Здравствуйте, уважаемые подписчики, это новости доказательной неврологии. Сегодня я хочу поговорить о диагностике болезни Альцгеймера, о деменции, о слабоумии, вернее, хочу кратко рассказать о новых тенденциях в данном направлении. Примерно лет 20 назад ученые попытались определить связь между уровнем гормонолептима в нашем организме и риском развития болезни Альцгеймера. На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что высокий риск гормонолептина в нашем организме влияет не только на метаболизм, но и уменьшает риск болезни Альцгеймера. Проанализировано большое количество клинических случаев, и ученые делают выводы, что низкий уровень гормонолептина в организме приводит к тому, что у пациентов развивается болезнь Альцгеймера. Также появляются другие когнитивные нарушения, вплоть до деменции, слабоумия. Были проведены опыты на мышах. Одной группе был назначен гормон лептин, другой группе данный гормон не назначался. Ну и, соответственно, первая группа легче и проще справилась с тестами на память. Я думаю, в ближайшем будущем будут препараты новые, на основе в состав которых будет входить гормонолептина. Ну и, соответственно, данные препараты будут служить нам как профилактикой, так же и лечением таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, деменции.